Севастополь 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 Схема проведения еще такая Что вот эти вот команды Которые После региональных соревнований Могут укрупняться Могут брать себе игроков из тех команд Которые не прошли дальше Которые выбили Например, есть какая-то очень сильная игра В команде, например, Волгограда Но Волгоград не прошел финал Этого игрока забирает Краснодар И могу похвалиться тем, что Единственная команда, которая была в финале Где были ребята из одного города Из одной спортшколы Из нашего спортклуба Это только был Севастополь Когда тренеры спрашивали из других команд Кого ты себе взял на усиление Я говорю, нет, мы только севастопольцы Они только удивлялись Хотя нам предлагали Возьмите наших детей Видели, что мы хорошо работаем Что у нас хорошая команда Я отказывался По той причине, что Ну, я за севастопольских ребят Пусть лучше они играют А результат у нас В принципе, очень достойный Мы заняли 10 место Попали в 10 лучших команд России По этому возрасту Это старший возраст Первенства России Это, я считаю, очень неплохим результатом Сейчас вся страна Находится под впечатлением Кинофильма «Движение вверх» Конечно, он послужил толчком Для того, чтобы Больше приходило мальчишек И девчонок заниматься Баскетболом Но у нас в Севастополе Есть свои звездочки Я знаю, что уже К некоторым из наших баскетболистов Присматриваются И приглашают их В топ-клубы Да, вот у нас есть Очень хорошие игроки Которые в этом возрасте Которые тянули нашу команду Это вот в частности Василий Георгий Он сейчас На данный момент Второй По набранным очкам В России И сейчас у нас поступило предложение От баскетбольного клуба «Химки» Это команда Евролиги Один из лучших клубов Европы И он сейчас играет там В молодежной команде Этого клуба И есть предложение После этого финала У нас есть много предложений От клубов Лиги ВТБ И Евролиги Там ЦСКА Локомотив Кубань У нас есть Гальцев Никита И Алексей Чужинок Их приглашают на просмотр И хотят Чтобы они дальше карьеру продолжали В этих клубах Их обло Алексей Чужинок Это тяжелый форвард Четвертый номер И Васильев Георгий Это атакующий защитник И Гальцев Никита Это третий номер Нападающий Чистый У нас Вы набирали именно Ребят 2001 года рождения Я знаю, что Не так уж много было мальчишек И очень тяжело Проходил набор Да, этот набор Да, этот набор Проходил тяжело В первую очередь В 2001 года Детей вот за всю историю В Севастополе Почему-то так Родилось меньше всего Даже мальчишек Даже мальчишек, да Плюс еще Когда мы набирали этих детей Это было 6 лет назад Баскетбол еще не был Столь популярным Я считаю, что сейчас Баскетбол У нас в городе Вышел на новый уровень Материально-техническая База баскетбола Мы знаем, что у нас Три зала В самом спортивном клубе Но так же вы играли Эти летом И на свежем воздухе Да С этого года У нас появилась База В яхт-клубе Юг Мы И в прошлом году Были у нас там Первые учебно-тренировочные сборы Очень прекрасно Мы там их провели Плюс у нас там соревнования Баскетбол 3 на 3 Кстати, олимпийский Мини, да? Стритбол Раньше это стритбол Сейчас это официальный вид спорта Олимпийский Даже мастеров присваивают Да, даже мастеров присваивают Заслуженных мастеров Это официальный Олимпийский вид спорта То есть баскетбол 3 на 3 Летом проводятся Именно соревнования На открытом воздухе А вот проведение На свежем воздухе Соревнований Чем-то отличается В баскетболе От проведения В спортивных залах? Ну конечно На свежем воздухе Сложнее То есть Когда вы делаете Бросок в кольцо Там стена Это грубо говоря Ориентир Оно оттеняет кольцо А так На свежем воздухе Прозрачный щит Ты как бы кидаешь Просто мяч в небо Потом когда дети Приходят в зал С открытого воздуха Они и попадают лучше И бегут лучше Я сам как бывший спортсмен Это даже на себе могу Ну помню Как это Когда с улицы Заходишь в зал Чувствуешь себя прекрасно Я знаю Что в каждой команде Есть дублеры Есть дублеры И у вас Это второй эшелон Ваших воспитанников Которым сейчас 10-11 лет Вот несколько слов О них Ну у меня Также есть Команда 2007 года Рождения ребята И 2008 Я вообще считаю Что это будут Одни из топовых команд В России То есть если Мы в 2001 году Добиваемся неплохих результатов Но это у нас Большим трудом У нас получается Но если Такая же тенденция Продолжится С 2007 И 2008 Как мы сейчас Тренируемся То есть я думаю Что мы уже будем Бороться за медали Будем бороться С такими клубами Как ЦСКА Те же Химки Подмосковные То есть у нас Все Все И предпосылки К этому есть Кстати вот 2008 год Проводится Каждое лет Всероссийский фестиваль По мини-баскетболу Он и в этом году Будет в Ейске И в этом году Да в Ейске Мы туда обязательно поедем В прошлом году Мы заняли второе место По России А это считается Как неофициальный Чемпионат России по баскетболу Почему? Потому что Первенство России С 12 лет А до этого Все идет Фестиваль по мини-баскетболу И вот мы стали вторыми Обыграли кстати Тот же клуб ЦСКА Одно очко В четверть финале Да мы вышли Очень неплохие ребята То есть задел есть Если все так же продолжится Мы будем работать В том же ключе Наберемся терпения Родители наберутся терпения Потому что это тоже Очень важно Вполне возможно Можем добиться Очень высоких результатов Есть смысл открывать у нас спецклассы Открывать училища Олимпийского резерва Может какие-то Спортивные интернаты С несколькими отделениями В том числе и баскетбол Это послужит Притоку Более Одаренных Ребят Из Других городов Крыма И в том числе Материка Не Ну это конечно Поспособствует То есть команда Будет сильнее Мощнее Это Ну это Это Ну это Всем понятно Что если здесь будет интернат И даже наши дети Живя в Севастополе Они могут учиться Там в нашем интернате Они будут иметь Две тренировки в день То есть утром Пошли на учебу И вечером Сейчас мы имеем Одну тренировку в день Но это Ну в принципе Шесть раз Ну в шесть раз Да Шесть раз это хорошо Но С каждым годом Просто баскетбол Стал таким видом Спорта Что очень Выросли требования К техническому Совершенно К техническому Мастерству Спортсмена Я думаю и в футболе Мы видели Бразилия Россия Две разных команды Спорт Спорт Это Баскетбол Это Вот есть Мертвые науки Математика Все законы уже придумали А баскетбол Постоянно развивается То есть И на это Чтобы усовершенствовать Свои знамики Нужно все больше И больше времени Каждый тренер Является Кумиром Для Своих Ребят Своих учеников Своих Юных Баскетболистов В данном случае И Виталий Игоревич Все-таки Присматриваются За тем Особенно В поездках Как ведет себя Тренер Курит ли он Как одет Как выглядит Как проводит Тренировки Есть такое Ну конечно Я от себя Стараюсь Вредных привычек У меня нет Стараюсь Вот На игры Тоже Обязательно Костюм Обязательно Ну кстати За этим И федерация Баскетбола России Следит То есть Они Они стараются Прописать В положении То как должен Выглядеть Тренер То как должен Тренер Вести себя На играх Есть Да Есть порядок Порядок Есть Но То же самое И от себя Мы стараемся Я стараюсь Быть примером Для своих ребят Потому что Все-таки Спорт Это социальное Развитие Города То есть Мы забираем Тем самым Детей С улицы И Даем им Возможность Проявить себя Потренироваться В хороших Прекрасных Условиях Вас научат Побеждать Продолжение следует